На орбите Ямал 300К Первый спутник Ямал начал транслировать цифровое телевидение России на рубеже 21 века. Мы обеспечиваем трансляцию основных федеральных и ведущих телекомпаний России, в том числе такие как «Россия-24», «Спорт-2». Эта аппаратная трудится со спутниками Ямал-200, однако в центре спутника телевизионных систем ее называют прошлым веком в прямом и переносном смысле. Уже работает новая аппаратная с современным оборудованием для трансляции даже не десятков, а сотен каналов с высоким разрешением. Сегодня уже через наш спутник вещается 146 телевизионных каналов. Это вот как бы есть результат внедрения новых технологий. И что это каналы? Это коммерческие телевизионные каналы, это оригинальные телевизионные каналы. Когда завершатся летные испытания нового Ямала, в его распоряжении будет еще более высокотехнологичный комплекс – аппаратура третьего поколения. Мы находимся в аппаратной, у которой установлено новейшее оборудование для работы со спутниками Ямал-300 и Ямал-400. Оно обеспечивает работу в самых современных форматах цифрового телевидения – МПЕК-4 и телевидению высокой четкости. Лазурный берег Франции. Рядом Канны – родина международных кинофестивалей, где ежегодно дефилируют звезды мирового кинематографа. Однако есть горожане, которые рядом со звездами все 365 дней в году. В буквальном смысле слова. Завод «Талис Оленя Спейс» – европейский лидер в области спутниковых систем и производитель орбитальной инфраструктуры. Более 15 лет предприятие тесно сотрудничает с Россией в строительстве космических аппаратов. История отношений «Талис Оленя Спейс» и России – одна из самых длительных и успешных для нашей компании. Столь долгое сотрудничество – редкое явление в космической промышленности. На стапелях в Каннах – телекоммуникационный спутник Ямал-402 – совместный проект России и Франции. Его планируют запустить на орбиту в конце года. Ямал-402 – практически первый спутник восточноевропейских стран, построенный в Западной Европе, который полностью оснащен российским оборудованием и запускается с российского космодрома. Лаборатория сборки. Здесь создают оболочку – скорлупу спутника. При выводе на орбиту каждый грамм на счету. Однако алюминиевый сотовый пакет спутник не утяжеляет. Все элементы аппарата проходят стерилизацию. Далее – соединение защитных модулей. Спутник будто одевают в кокон. Вот перед нами автоклав, где при высоких температурах производится склейка элементов композитными смолами. В частности, обшивки кожуха. Оператор наклеивает специальные маркеры для монтажа приборной панели спутника. После этого – окончательная сборка аппарата. Финальный этап – испытание космосом. И еще на Земле. Своеобразный экзамен на механические нагрузки, вибрацию, акустические, звуковые частотные и термические. Здесь российский Ямал делает свои первые шаги в космос. Слева на транспортной платформе вы можете видеть спутник Ямал-402. Он полностью готов к отправке на тестовый полигон. Собран и предварительно протестирован. До полной готовности осталось установить солнечные батареи и отражатели. Ямал нового поколения сегодня уже на Байконуре. Но даже после вывода на Орбиту французские специалисты не оставят его. Из этих залов операторы наземных станций будут следить за спутником и при необходимости корректировать его работу. Это так называемый зал чистой совести. Здесь операторы, завершившие 10-дневную смену, смогут еще раз убедиться в правильности выполненной работы. Только через 3-4 недели управление и контроль за спутником будут переданы клиенту. Новый Ямал улучшит сигнал не только в России и странах СНГ, но и в дальнем зарубежье. Связь, телевещание и быстрый доступ в интернет станут доступны в самых отдаленных уголках. И, конечно же, на полуострове Ямал, который дал название космическому аппарату. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!